Это программа День города. Здравствуйте в студии Дина Исляева. В начале главные темы выпуска. Транспортный коллапс на Московском шоссе. Из-за ремонта рязанцы каждый день стоят в пробках. Опасный путь к знаниям. Жители Михайловского шоссе водят детей в школу по разбитой дороге в промзоне. Тренировка для бойцов-высотников. В Рязани прошли очередные учения ОМОНа. Уроки кинезиотерапии Рязань посетил известный врач Сергей Бубновский. Раньше рязанцы теряли время в пробках на Солочинском мосту, теперь на Московском шоссе. Все дело снова в ремонте дороги, которая никак не закончится. В часы пик здесь скорость потока может быть 3 км в час. Это утро на Московском с автомобилистами провел Валерий Седов. Чтобы успеть на работу или учебу, жителям Московского и Преокского районов приходится выходить, наверное, за час. Раньше положенного срока. Причина – привычные утренние многокилометровые пробки. Правда, сейчас из-за ремонта Московского шоссе выходить придется еще раньше. Основной затор, как и раньше, образовывается по утрам. Вчера, 28 ноября, пробка достигла своего апогея. Сами водители назвали затор мертвым. Скорость потока едва достигала 3 км в час. Причиной этому послужила установка отбойника. В настоящий момент он уже стоит на своем привычном месте. Однако пробка все еще появляется. Рядом с дорожным полотном установили две информационные таблички. На первой большими буквами написано «Приносим извинения за временное неудобство». И чуть выше мелким шрифтом сказано «Срок окончания работ – 2019 год». Вторая – более информативна. На ней обозначен точный срок окончания ремонта – 1 сентября 2019 года. То есть водителям придется провести в подобных пробках около 10 месяцев. Напомним, цена ремонта московского шоссе – около 175 миллионов рублей. На эту сумму планируется заменить асфальтобетонное покрытие, барьерное ограждение, бордюры и обустроить тротуары. Разметка будет нанесена термопластиком. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Правительство отменило обязанность водителя устанавливать опознавательный знак шипы. Дмитрий Медведев подписал соответствующее постановление об изменениях в правилах дорожного движения. Отмечается, что знак шипы потерял свою актуальность, так как в настоящее время динамические характеристики движения транспортного средства в значительной мере определяются другими факторами. Установка этого знака на современных автомобилях не позволяет другим участникам движения однозначно судить о вероятном характере его движения, особенно в условиях неоднородного дорожного покрытия, характерного для зимних условий. За знаниями по бетонным плитам и разбитой тропинке, идущей между предприятиями, путь к 29-му детскому саду и 22-й школе жителям Михайловского шоссе приходится преодолевать через полосу препятствий в промышленной зоне. Обращения к властям пока не дали результата. Эти кадры сняли жители Михайловского шоссе и выложили в сеть вместе с обращением к депутатам привести дорогу в порядок. Алина рассказывает, у нее двое детей, младшему сыну 6 лет. Самый короткий путь от новостроек к школе и детскому саду через промышленную зону приходится ходить по этой узкой тропинке. Ходим в детский садик, в школу, детский сад 29, школа 22. По этой дороге ходить совершенно невозможно. Она не освещена. Дети некоторые учатся во вторую смену. По дороге домой, получается, они идут в промышленной тьме и небезопасно вообще. Грязь, разбитые плиты, мусор. Это видят дети каждый день по пути в школу. И детский сад. Светлана с трудом справляется с коляской, чтобы проехать по снегу. Конечно, в начале года там обрезали ветки, деревья. Мы как-то один раз проходили, но все равно страшновато. Асфальта на этой дороге нет. Родителям приходится ходить по бетонным блокам, из которых торчит металлическая арматура. Ночью эта дорога становится еще опаснее, потому что здесь нет освещения. По словам жителей, дорога всегда была в таком состоянии. И пока ни власти, ни руководители предприятий с инициативой привести ее в порядок не уступали. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Очередной пожар в грузовом порту. Как сообщили в региональном МЧС, на судоходной баже воспламенилась горючая жидкость. По предварительной версии, это был мазут, площадь возгорания 50 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается. Учения ФСБ прошли сегодня в Рязани. На них отрабатывалось взаимодействие силовых структур, органов власти и других организаций при проведении контртеррористической операции на военном объекте. По сценарию учений, группа преступников на автомобиле совершала нападение на склад, захватила оружие, боеприпасы, взяла в заложники двух сотрудников неведомственной охраны. Выезд автомашины с территории объекта пресечен подразделением антитеррора воинской части. Условных преступников заблокировали в здании одного из складов. От ведения переговоров они отказались и предприняли попытку прорыва с применением огнестрельного оружия, гранат и отвлекающего поджога зданий. 40 минут и машина вместе с ним. Мы поедем в тенге. Там можно ждать консалет. В результате проведения боевого мероприятия преступники были нейтрализованы, заложники освобождены. На территории разминировали взрывные устройства и ликвидировали очаг возгорания. Пострадавшим оказана помощь и организована их доставка в медучреждения. Как отмечено в пресс-релизе, учение продемонстрировало готовность оперативного штаба в Рязанской области к планированию и проведению контртеррористических операций на территории Рязанской области. В мероприятии были задействованы силы и средства региональных управлений ФСБ, МВД, МЧС, ФСО, ФСИН, Росгвардии, Следственного комитета, а также Рязанского гарнизона, правительства Рязанской области и Рыбновского муниципального района. Дина Ислеева, телекомпания «Город». Боец-высотник. Есть такая должность в ОМОНе. У пор не других они работают с альпинистским снаряжением. Высота – это их стихия. Об одной из тренировок бойцов в нашем следующем сюжете. Три, два, один. Штурм! Цель! Такого штурма не выдержит ни одно пластиковое окно. По словам сотрудников, стекло своей крепости не оправдывает. Это часть упражнения сотрудников ОМОНа, бойцов-высотников. Они незаметно подбираются к окну дома, а затем начинают штурм. Упражнение называется аналогично. И это часть обычной тренировки. Это обычная тренировка. Сделали разминку, проверили все снаряжение. Отработали фасадно-штурмовой альпинизм. Отработали беспарашютное десантирование. И сейчас отрабатываем горную подготовку. Бойцы-высотники – это точно такие же профессионалы своего дела, как и остальные сотрудники. Специализацию же дают командиры. Смотрят на психологические и физические качества. Все бойцы проходят, не в зависимости от должности, они проходят курс высотной подготовки. Но вот именно должность бойца-высотника уже включает в себя знания не только азов, спусков, но уже они следят за снаряжением, умеют работать с более сложным альпинистским снаряжением. С альпинистским снаряжением бойцы-высотники тренируются около 6 часов в неделю. Погода и сезон не помеха. Чуть-чуть мешает сильный ветер, да и веревка на холоде немного замерзает и чувствуется по-другому. В остальном все то же самое. Отрабатывалось и упражнение под названием «высадка с вертолета». Для этого бойцы переодевались в маскировочные халаты. По задаче тренировки их высаживают в поле и дальше они продолжают путь пешком. Бойцы спускались в перестройки дома, имитирующийся сам вертолет, и занимали определенную позицию. А после группировались. В группу! Вперед! В такой нелегкой работе сложности есть. Конечно же, это и подвесная система, и работа с напарником. Все должны доверять друг другу, иначе не получится. Здесь нет слов «семья», «друзья» или «похожих». На полигоне и на операции они друг для друга просто напарники, которые общаются позывными. Но только уверенность в себе и в окружающих у них куда больше, чем у хороших друзей. Вероятно, это и позволяет им так четко и грамотно выполнять все необходимое, как на тренировках, так и в бою. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Плата за коммунальные услуги в 2019 году повысится дважды. В связи с увеличением ставки НДС правительство разделило на два этапа индексацию платы. С января она повысится на 1,7%, с июля еще на 2,4% относительно показателей начала года. Таким образом, индексы платы просуммируются. Напомню, ранее плата за коммунальные услуги индексировалась один раз в год. С 1 июля увеличение составляло в среднем 4%. Рязань заняла 43 место в российском рейтинге трезвости. Такие сведения предоставил интернет-портал, публикующий ежегодные статистические данные. Рязанцы стали больше пить или есть другая статистика, выяснила наша съемочная группа. Сотрудники Рязанского областного клинического наркологического диспансера уверяют, что рейтинг трезвости составлен по данным 2017 года и доверять ему не стоит. При составлении рейтинга учитывали число правонарушений, связанных с алкоголем и оборотом самой продукции, а также число умерших от отравления и число больных с диагнозом алкоголя алкогольной психозы. Вот только сотрудники уверяют, последние два показателя – это данные за 2015 и 2016 года. Андрей Тарасов, заведующий диспансерным отделением, уверяет, что наиболее достоверный показатель для такого рейтинга – это именно алкогольные психозы. И здесь статистика обратная. Диспансерная группа больных хроническим алкоголизмом за 9 месяцев 2018 года сократилась почти на 5%, по сравнению с таким же периодом прошлого года. По данным Росстата, за 9 месяцев 2018 года в Рязанской области на 20% с лишним снизилось число отравнений алкоголем с летальным исходом. А поддиспансерное наблюдение лиц с первичным хроническим алкоголизмом взято на 10% меньше, чем за прошлый год. По данным Росстата, Рязань наоборот поднялась в списке, а не упала в показателях. Плюсом идет и профилактическая работа самого наркологического диспансера. Это проведение массовых акций, так и лекций для узкой аудитории. В самом здании есть и мотивационный кабинет психологов, в который анонимно может обратиться любой желающий. Сотрудники наркологического диспансера рассказали, что самые частые жалобы на алкогольное отравление поступают именно в праздники. А ближайший и долгожданный – это Новый год. Андрей Тарасов дал несколько советов, как правильно вести себя. Следует помнить, что прием алкоголя даже в самом небольшом количестве может привести вред здоровью. И если уж вы все-таки употребляете спиртное, выпивать нужно, первое, не спеша, не смешивая различные алкогольные напитки между собой и придерживаться так называемому «золотому правилу». То есть употреблять не более одной дозы алкоголя в час. Ну, одна доза, условно говоря, это 180, допустим, миллилитров вина, там 300 грамм пива или 30 миллилитров каких-то крепких алкогольных напитков. Также следует пить достаточное количество воды, чтобы снизить риск обезвоживания. И умеренно есть. Андрей Тарасов напомнил, что все-таки Новый год – это не вечное застолье, а свободное время, которое лучше провести в кругу семьи. Валерий Седов, Игорь Глоутов, телекомпания «Город». Новые законы сильно изменят жизнь россиян в декабре. С 3 декабря истекает срок уплаты имущественных налогов. С 1 декабря можно получить биометрические водительские права. Новое удостоверение будет оборудовано микрочипом, который содержит в себе электронную подпись, фотографию и отпечатки пальцев. Также с 1 декабря россияне смогут проверять задолженность, штрафы, а также налоговые правонарушения контрагентов. А с 21 декабря вступают в силу изменения в федеральный закон о безопасности дорожного движения. Водители, занимающиеся перевозками пассажиров, будут обязаны повышать квалификацию, назначать аттестованного ответственного за безопасность дорожного движения. Лечение движением. Рязань посетил врач-кинезиотерапевт Сергей Бубновский, создатель уникальной методики. Восстановление организма поделился секретами диагностики, показал упражнение, которое может выполнить каждый и ответил на вопросы. Мария Рудай продолжит. Так, ну обычно 20 раз. Сделала 12, ну еще 3. Выдох, выдох, выдох. Выдох. Жительница Рязани, 60-летняя Антонина, вышла на сцену и на вопрос Сергея Бубновского, что болит, ответила все. После нехитрых упражнений на специальном тренажере она пошла в зал, как говорится, летящей походкой. Доктор Бубновский уверен, что жизнь – это движение. Но правильное движение лечит, а неправильное калечит. И он знает, о чем говорит. В далеком прошлом Сергей Бубновский сам собирал себя по частям, пережил кому и полностью восстановился. И теперь помогает другим вновь обрести себя. Врач разработал кинезиотерапию, то есть лечение движением. Он говорит, есть две категории людей. Первая, которые хотят выздороветь. Ко второй относятся те, кто жалуется на болезнь. По его мнению, всего-то надо набраться терпения и работать над собой. Укреплять мышцы, которые, кстати, отвечают еще и за иммунитет. В мышцах внутри проходят все кровеносные сосуды, все лимфатические сосуды, все нервные волокна. И мышца отвечает за насос. Качает кровь, качает лимфа, обеспечивает питание. Причем, что самое интересное, каждая мышечная группа отвечает за каждый отдельный орган и сустав. За беду отвечает одна группа мышц, за колено другая, за стопу третью, за поясницу четвертую и так далее. Сергей Бубновский утверждает, подкрепляя свою информацию научными данными. Лучшая профилактика тромбоза и онкологии – это физические упражнения. От брюшного пресса зависит состояние внутренних органов. Там, где бессильны таблетки, помогают специально разработанные упражнения. Но надо помнить, что это не гимнастика, а лечение, которое направлено на укрепление мышечного каркаса. В организме человека более 650 мышц, которые должны помогать жить полноценно, а не отнимать радость движения. Мария Рудаев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это все новости на сегодня. Еще больше информации вы найдете на нашем официальном сайте город62.tv и в группах в социальных сетях. Я с вами на этом прощаюсь. Всего доброго и до встречи в эфире. Мама спит. Она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко. Добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустным не бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Предлагаем тишину и комфорт загородной жизни. Реализуем квартиру в новом жилом комплексе «Полянка». Недалеко от Рязани в Полянах. Перед домом оборудована детская площадка. Имеется достаточное количество парковых мест. В шаговой доступности пруд, детский сад, школа, мини-маркет. Телефон 275555. Редактор субтитров А.Семкин